Прежде всего, спасибо организаторам за приглашение и лично Евгению Наумовичу, который на мою наглую реплику «Пригласите меня на белые ночи» ответил приглашением. Сначала я покажу результаты, которые мы получили больше чем два года назад. Они являются основополагающими в моем докладе. Здесь представлены результаты, когда мы сравнивали генетически сейный ландшафт опухоли до лечения и после проведения неодевантной химиотерапии, у нас было 30 пациентов, мы получили три вида ответа. Первый, когда количество метастатических изменений в геноме с синеньким, это амплификация, крайне с неким, это делец, уменьшалось в процессе химиотерапии. Часть опухолей не отвечала на химиотерапию. Ну и вот были некоторые пациенты, их 20% было, у которых в процессе химиотерапии появлялись какие-то новые нарушения, генетические нарушения. И оказалось, что у всех пациентов, у которых появлялись такие генетические нарушения, новые амплификации в частности, все они сметастазировали, причем большинство пациентов очень рано, в течение двух лет. Один только пациент, одна пациентка, там больше у него была выживаемость. В отличие от этого, все остальные пациенты прекрасно себя чувствовали в течение больше, чем 5-летнего периода. Это фактически первый такой стопроцентный прогностический фактор, который неизвестен на данный момент. Понятно, что раз эти амплификации появляются, значит, они и это сопряжено с абсолютно метастазированием, то они имеют, видимо, какое-то очень серьезное значение. Ну и мы выявили, какие же амплификации в каких локусах появляются. Вот эта картина пациентов, здесь по горизонтали все пациенты, точка одна, по две точки на каждого до лечения, после химиотерапии, и здесь хромосомы представлены, до X-хромосомы. Также красным делец и синем амплификации. Вот оказалось, что те пациенты... Что-то не реагируют. Думаю, что направлять надо туда, потому что там компьютер... Туда, и не туда. И не туда, так что, может быть, село? Опа, перебор. Куда надо направлять? Нет, нет, назад, 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 назад. Вот так. Да, все, все, спасибо. Значит, вот это локусы, которые появляются в процессе химиотерапии. Вот они все перечислены. Длинное, короткое плечо, пятый хромосом, шестое, длинное плечо, седьмой хромосом, восьмой хромосом, ну и так далее. Нажимайте, пожалуйста, я тогда буду говорить. Там просто у меня много анимаций, будет не очень удобно. Ну, давайте попробуем. Следующий. Так, это следующий, точно? Да, все хорошо, спасибо. Ну, вот теперь, следующий, да. Теоретически некоторые основы, уже много говорили о стволовых клетках. Считается, что сейчас доказанным, что опухоль происходит от опухолевых стволовых клеток, и именно эти клетки являются теми клетками, которые нарабатывают основную массу опухоли. В 2012 году Седрик Блэнпейн из Бельгии и Ханс Клевер независимо привели прямые доказательства этого. Ну, и в настоящий момент рассматриваются три модели о том, как могут нормальные стволовые, нормальные тканевые стволовые клетки перейти в опухолевую стволовую клетку. Вот первая модель, можно еще раз нажать, первая модель, непосредственно на нормальные стволовые клетки воздействуют какие-то генетические факторы, мутагенные, возникают мутации, и таким образом она переходит в опухолевую стволовую клетку. Есть уже доказательства, вот публикация Берта Фокгельштейна, которая в 2015 году наделала много шума. Он утверждает, что частота возникновения опухоли, в общем-то, мало зависит от внешних факторов, а большей частью зависит от количества стволовых клеток в ткани и частоты деления этих стволовых клеток. Следующий нажать, вот эта публикация, здесь уже впрямую вводили в тканевые стволовые клетки мутации, в частности N-раз, и получали опухолевые стволовые клетки, которые потом давали развитие опухоли. Следующая модель предполагает, что возникновение опухолевых стволовых клеток из нормальных стволовых клеток возникает под действием воспаления. Вот также привожу публикацию, с 2016 года вводили специальный вектор в клетки микрокружения таким образом, что они продуцировали химокин ЦЦЛ-2, и под действием этого химокина нормальные стволовые клетки перерождались в опухолевые стволовые клетки. Это была такая модельная серия экспериментов. И вот последняя публикация, которая иллюстрирует третью модель, когда происходит дедифференцировка старых клеток ткани, их дедифференцировка в стволовые клетки, которые потом уже перерождаются в опухолевые стволовые клетки. Публикация Роберта Вайнберга, одного из авторов Холмарк-Канцер. Он утверждает, что частичный эпителиальный мезонхимальный переход приводит к тому, что у таких устаревших клеток появляются свойства стволовых и, в частности, опухолевых стволовых клеток. Следующий слайд. Ну вот, фактически, можно сказать, что вот эта часть, можно считать доказанным, эпителиальная стволовая клетка переходит в опухолевую стволовую клетку, и опухоль состоит из двух или трех категорий клеток. Это, собственно, стволовая клетка, которая дает начало соматическим опухолевым клеткам. Эти опухолевые клетки не делятся, ну или практически не делятся. Есть там прогениторная еще часть. И они не могут давать начало опухоли, если их перевивать. Предполагалось, что при развитии метастазов происходит эпителиальный мезонхимальный переход стволовых клеток, и они поступают во вторичные органы, дают начало метастазам. Наша гипотеза немножко... нажмите, пожалуйста. Предполагает другую ситуацию. Мы считаем, что для того, чтобы опухоль начала метастазировать, в ней должны появиться так называемые метастатические клоны. В чем заключается свойство этих метастатических клонов? Естественно, эти изменения проявляются сначала в опухолевой стволовой клетке, потом она дает клон соматических клеток, которые приобретают способность к дидифференцировке из соматической клетки обратно в стволовую. За счет того, что у этих клеток есть эктопическая экспрессия генов сомато-стволового перехода. Вот они перечислены, эти гены, которые так или иначе участвуют в индукции стволовых свойств, и их локализация. Как раз они локализованы в тех самых локусах, которые мы выявили. Мы считаем, что одним из основных механизмов такой эктопической экспрессии и способности к переходу из соматической клетки в стволовую является то, что в опухоли появляется большое количество амплификаций и именно выявленных нами локусов. Следующее нажмите, пожалуйста. Значит, примерно такая же ситуация по действиям микрокружения, которые продуцируют разные факторы. Ну, в частности, известно, что ТГФ-бета, ЦЦЛ-18 может способствовать эпителиально-мезонхимальному переходу. Вот эти клетки со способностью к сомато-стволовому переходу переходят сначала в мезонхимальные клетки, дальше поступают в кровоток, дальше поступают во вторичные органы. Здесь происходит мезонхимально-эпителиальный переход обратный. Дальше нажмите. И вот следующий этап тоже является нашей гипотезой, когда клетка уже перешла обратно в эпителиальную, происходит ее дедифференцировка, сомато-стволовой переход. Нажмите, пожалуйста. Она и соматической становится стволовой, и в этом случае она может давать развитие метастазам или вторичным очагам роста. Нажмите еще раз. Вот таким образом. Опа, вот теперь я сработал. Ну вот это тоже иллюстрация к этой гипотезе. Большинство генов, которые так или иначе участвуют в индукции стволовых свойств, вот локализованы в наших локусах 9-я хромосома, 6-я хромосома, 6-я хромосома, 19-я, 13-я хромосома, 10-я и так далее. Все эти гены участвуют либо в поддержании свойств стволовых клеток и опухолевых стволовых клеток, либо в индукции этой самой свойств стволовости. Наши данные, которые мы показали, что действительно октопическая экспрессия имеет место быть и гены сомато-стволового перехода гиперэкспрессированы у больных, которые метастазировали. Вот если до лечения у больных, которые не метастазировали в будущем, у них достаточно низкая экспрессия большинства генов, 5 генов только гиперэкспрессировано, у тех, которые сметастазировали, уже больше. После проведения неодиевантной химиотерапии, которая являлась триггером, стимулировала процесс эктопической экспрессии, мы видим, что большинство генов 14-16 являются гиперэкспрессированными. Это логарифмическая шкала. Более того, если посмотреть на уровень гиперэкспрессии геносамотостволового перехода в опухоли после проведения неодиевантной химиотерапии, то достаточно трех генов. Это ОКТ-3, ЛАТ и ЛАМИН-Б. Если они все три гиперэкспрессированы, то такие больные с очень высокой частотой метастазируют. Чувствительность такого прогноза составляет 69%, специфичность 94%, диагностическая точность 82%. Я думаю, что, в принципе, если больным проводят неодиевантную химиотерапию, то, скорее всего, прогнозировать нужно не на этапе до лечения, а на этапе после проведения. То есть нужно посмотреть, что осталось в достаточно резидуальной опухоли и на основе этого строить прогнозы. Следующая аргументация в пользу нашей гипотезы. Нобелевская премия Саню Ямонако, который открыл возможность перепрограммирования дифференцированных клеток, плюрипатентной, с помощью коктейля Ямонаки, представленного четырьмя генами. Это ОК3, локализован в коротком плече шестой хромосомы СМИК, локализован в длинном плече восьмой хромосомы КЛФ4-9П, СОКС-4-6П. Это те самые локусы, которые амплифицируются и которые связаны с метастазированием. Следующие. Да что ж ты. Туда, да? Хорошо, попробуем. Ну вот, еще раз привожу статью Роберта Вайнберга. Он говорил, что частичная индукция ЕМТ сопряжена с повышением свойств стволовых клеток. Хотя он и утверждает, что запускает процесс дедифференцировки в стволовые клетки, соматические опухолевые клетки, в стволовые опухолевые клетки, именно ЕМТ. Тем не менее, сам же и приводит данные о том, что программу ЕМТ и индукции опухолевых стволовых клеток можно разделить. Следующее доказательство, уже достаточно прямое доказательство, буквально статья 2017 года. Разрушали опухолевые стволовые клетки колоректального рака. И в результате при разрушении опухолевых стволовых клеток с помощью дифференцировки опухоли дальше не росли, но они и не уменьшались. После того, как дифференцировка перестала действовать, в опухоли снова появились стволовые клетки, и опухоль начала расти. При разрушении опухоль не метастазировала при разрушении стволовых клеток. После воздействия образовывались крупные метастазы. Это уже достаточно серьезное доказательство в пользу нашей гипотезы. Ну и вот данные статьи 77 года в вопросах онкологии, когда рак молочной железы лечили только с помощью хирургического вмешательства. И мы видим, что от 20 до 60% больных в зависимости от размера опухоли переживали 5-летний период наблюдения. То есть не все опухоли метастазируют. Это нужно учитывать в будущем. Еще одно доказательство уже тоже достаточно прямое. Индуцировали, ну в данном случае, ген СНАЙЛ и ген ТВИСТ. Это гены, которые связаны и с эпителиальным мезонхимальным переходом, и с индукцией стволовости. ТГФ-бета и в опухолевых клетках, и тем самым повышались свойства стволовости. Дальше еще один ген, тоже локализован в наших локусах. Ген ZEP1, и при его индукции свойства стволовости увеличиваются. Ген СМО запускает пролиферацию стволовых клеток. Локализован в длинном плече 7-й хромосомы. Вот тоже ряд генов локализованы, в том числе L-дегидрогеназа локализована в длинном плече 9-й хромосомы. Тоже является в составе наших локусов, амплифицированных локусов состоит ОКТ-4, СОКС-2 и так далее. Все эти гены, локализованные в наших локусах, они стимулируют свойства стволовых клеток, а в некоторых случаях даже показано, что напрямую повышение их экспрессии стимулирует метастазирование. Это наши данные. Больная 49 лет, люминальный рак Б молочной железы. В неодеванте получила 4 курса по схеме циклофосфан-платина с эффектом частичной регрессии 67%. Проведена адювантная химиотерапия, и через 20 месяцев обнаружены метастазы в печени. Мы видим достаточно чистую опухоль. Здесь нет клонов амплифицированных, нет амплифицированных участков и нет метастатических клонов. После проведения адювантной химиотерапии появились амплификации в участке длиной плеча 7-й хромосомы, 8-й хромосомы. Вот этот метастатический клон, мы его обозначаем. И именно он же и наблюдается и в метастазе. То есть фактически в данном случае неодевантная химиотерапия стимулировала метастазирование этой пациентки. Вот так выглядит клональная эволюция опухоли в этой пациентке. После проведения адювантной химиотерапии появился метастатический клон 7-й хромосомы, 8-й хромосомы, и он дал рецидив через 20 месяцев. Аналогичные данные представлены в статье Анны Брун-Кройгард издания. Они исследовали тоже опухоли до лечения, после проведения неодевантной химиотерапии, лимфоузлы и дистантные метастазы, которые возникают через какой-то период времени. Вот точно такая же картина. После проведения неодевантной химиотерапии возникли новые клоны, которые дали начало дистантному метастазу. Еще одна публикация, совершенно свежая, 17-го года. Здесь исследовали уже у больных диссиминированной формы рака молочной железы, когда смотрели одновременно и первичную опухоль, и метастазы. Оказалось, что и в первичной опухоли, вот она представлена здесь черным цветом, и в метастазе мы наблюдаем присутствие амплификационных локусов, которые мы ранее выявили. Вот эти рисунки я сделал, но тем не менее мы видим, что во всех случаях, 9 случаях, есть два и более таких амплификационных локусов. Ну вот, подошли мы к определению. Определение, что такое метастатический клон. Это наше определение. Метастатический клон – это популяция соматических дифференцированных опухолевых клеток со способностью к актопической экспрессии генов сомато-стволового перехода. Одним из основных механизмов приобретения этой способности является амплификация хромосомных регионов, их локализация. Основными маркерами, соответственно, являются амплификации в хромосомных регионах, о которых мы уже говорили. Не исключены, конечно, и другие механизмы формирования эктопической экспрессии. Возможно, там и микро-РНК воздействует, и какие-то другие возможности регуляции, может быть, метилирования. Но вот этот все-таки механизм, на мой взгляд, является основным. Амплификация двух и более регионов свидетельствует о приобретении соматическими клетками способности к переходу в стволовые клетки. И метастатическим клоном можно считать популяцию, которая имеет две и более амплификации из вышеперечисленного списка. Вот, основываясь на этом определении, мы посмотрели, у нас 117 пациентов. Мы посмотрели частоту встречаемости амплификации критических регионов. Оказывается, что 8-я хромосома, длинное плечо, 8-я хромосома наиболее часто встречаемая. Потом 10-я, 16-я хромосома. В зависимости от размера опухоли, с увеличением размера опухоли, частота встречаемости клонов метастатических увеличивается. У нас было не так много больных Т3-4, но тем не менее они были. И мы видим, что здесь достаточно высокая представленность наличия метастатических клонов. У больных с малыми формами рака тоже они встречаются, но значительно-значительно меньше. Не было связи с лимфогенным метастазированием, но больные с Н0 и Н1 по частоте встречаемости метастатических клонов статистически не отличались. У больных Н2 и Н3 клонов было больше, но у нас было больных немного, поэтому тоже статистически значимых различий мы не получили. Данные базы Progenetics подтверждают, что амплификация 8-й хромосомы, 7-й хромосомы, это на всех типах опухоли. На глиобластоме 7-й хромосомы наиболее часто встречаемые. Это наши данные по всем локусам. Мы видим, что 8-я хромосома, 10p, 5p и 16p, но достаточно часто встречается амплификация этих локусов. Микрокружение, конечно же, принимает очень большую роль в формировании метастатических клонов. Она берет на себя функцию естественного отбора, если говорить о клональной эволюции опухоли. Разные факторы могут способствовать выживаемости, либо наоборот уничтожению отдельных клеток опухолевых или целых даже клонов. Мы посмотрели в зависимости от фенотипа макрофагов. Считается, что два полярных типа макрофагов первого и второго типа. Макрофаги считаются первого типа противоопухолевыми, макрофаги второго типа проопухолевыми. Вот два маркера макрофагов второго типа, VKL39 и CL18. Мы по ним смотрели по экспрессии. И макрофаги первого типа, VKL40. Оказалось, что при наличии опухоли фенотипа макрофагов второго типа, здесь большее количество метастатических клонов, чем при отсутствии такого фенотипа. Другие варианты не сработали. Более того, макрофаги второго типа не все, а только VKL39 позитивные, CCL18 позитивные макрофаги. Вот именно в этом случае наибольшее количество метастатических клонов наблюдается. Мы видим, что здесь больные с высокой частотой амплификации есть. И значительно больше, чем когда CCL18 негативные. Ну вот эта картинка тоже из статьи Роберта Вайнберга, который считает, что два цитокина TGF-B, это CCL18 стимулирует эпителиальный мезотхимальный переход и повышение свойств стволовости у соматических опухолевых клеток. Лимфогенные метастатические клоны, лимфогенное метастазирование. Вот здесь представлен ландшафт первичной опухоли. Мы видим раз, два, три, четыре, пять клонов. Метастаз. Здесь мы видим всего лишь один амплификационный клон. Первичная опухоль и метастаз. Мы видим, что достаточно метастаз в лимфоузле. Он имеет менее агрессивный генетический ландшафт. Вот его модель клональной эволюции. Он происходит из клонов первичной опухоли, которая не имеет серьезных нарушений. Такие же данные тоже в статье Анны Брун показаны. Первичная опухоль, метастаз в лимфоузел, который в значительно облегченном варианте находится по сравнению с опухолью. Хотя справедливости ради надо сказать, что им была другая ситуация, когда из дистантный метастаз в гематогенный метастаз происходил непосредственно из метастаза в лимфоузел. Это был у них единичный случай, но тем не менее это надо учитывать. Вопрос очень интересный. Насколько рано появляются метастатические клоны в процессе канцерогенеза? Вот это случайная совершенно находка, больная 49 лет, у нее карцинома инситу, и тем не менее мы видим, что у нее есть метастатические клоны, амплифицированные 7, 8, 18 хромосомы. Так, вот опухоль уже способна формировать метастазы, хотя еще не способна к инвазии. Так, следующее. Да что ж ты? Во. А вот это другое исследование. Это не рак молочной железы, это цервикальная интерпретарийная неоплазия, третьей степени шейки матки. Вот оказалось, что здесь уже тоже амплифицирован снаил, амплифицирован ламен бета, амплифицирован ген лат, и в данном случае это один случай из 16, то есть в 6% уже на уровне предрака метастатические клоны появляются. Что делать? Взвечный вопрос. Когда в опухоли уже сформировались метастатические клоны, что делать, когда в опухоли еще нет метастатических клонов? Два года назад на Российском онкологическом конгрессе мы позиционировали дизайн проспективного исследования, и, собственно, мы его начали. Вот такое проспективное исследование. Больные взяли больных люминальным B, N0, N1, биопсия, микроматочный анализ, определение наличия метастатических клонов. Если метастатические клоны есть, то назначалась персонализированная неодевантная химиотерапия в одной группе, потом операция, потом стандартная одевантная химиотерапия. Еще одна группа была без неодевантной химиотерапии, только с одевантной. Если клонов не было, то также две группы. Одна с персонализированной терапией и одна без неодевантной химиотерапии. Главным фактором, естественно, явилась оценка выживаемости. Персонализированная неодевантная химиотерапия, вот этот слайд уже докладывала Елена Михайловна Слонимская на Большом заседании, назначалась следующим образом антрациклины, если была амплификация генотоп-2 или высокой экспрессии, токсаны, если была делеца тубулина и отсутствовала делеца гена БРСЕЙ, капецитабин при делеце ТИМС, ну и препараты платины при делеце гена БРСЕЙ-1. Результаты. Итак, первая группа метастатический клон плюс персонализированная неодевантная химиотерапия, 41 пациент, у 7 полная регрессия, у 61% частичная регрессия, у 22% стабилизация, 78% эффективность неодевантной химиотерапии, двухлетняя выживаемость 93%, у 3% метастазы. Следующая группа, к сожалению, мы взяли только одну пациентку, она у нас сметастазировала даже в течение года очень быстро, и потом мы отказались от дальнейшего набора в эту группу. Следующая группа, третья группа, достаточно представительная, нету метастатических клонов опухоли, не проводили неодевантную химиотерапию, 28 пациентов, эффект неодевантной химиотерапии даже выше, чем в первой группе, двухлетняя выживаемость 75%, двухлетняя, 7 пациентов из 28 метастазировали. Также мы прекратили дальнейший набор в эту группу по этическим соображениям. И последняя, четвертая группа, у нас 11 пациентов уже на данный момент, не проводили неодевантную химиотерапию, двухлетняя выживаемость 100%. Таким образом, две группы показали наилучший результат, это первая группа, при наличии метастатических клонов назначается персонализированная неодевантная химиотерапия, которая может быть их элиминирует, при отсутствии не назначается. Я вижу, что я почти перебрал. Ну и последняя, буквально. Так, это мы пропустим. Вот эти результаты позволяют позиционировать новые цели и показания к назначению неодевантной химиотерапии. Основная цель – элиминация метастатических клонов. Основное показание – наличие в первичном опухоле метастатических клонов. противопоказания проведения адеватной химиотерапии – отсутствие первичного опухолеметастатических колонов. Вот этот слайд тоже был уже показан. Мы ответили на вопрос, как можно проводить персонализирование адеватной химиотерапии и показано ли проведение адеватной химиотерапии с точки зрения на исход. В данном случае предыдущие результаты на этот вопрос ответили. Дальше. Дальше я пролистываю благодарности коллегам и с надеждой на будущее. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.